Даже взрослому человеку нелегко дается время пребывания в больнице, а для детей период нахождения в стационаре – настоящее испытание. Конечно, сейчас малышам намного проще. Спасают всевозможные гаджеты, которые их развлекают, но они не могут заменить обычного человеческого общения. Решение проблемы нашел Александр Синица – профессиональный клоун. Переняв опыт своих зарубежных коллег, он четыре года назад запустил в Видновской районной клинической больнице программу «Доктор Клоун». Отвлечь детей от больничной обстановки – это самая-самая главная задача. Но что они видят? Они видят врачей, видят стены. А так пришел Клоун, сказал, здравствуйте, привет, давайте поговорим. Я приглашаю своих друзей – артистов театра, кино, цирка. Приглашаю наши коллективы, которые с удовольствием принимают участие. Ну и самое лучшее телевидение, видное ТВ – это наши постоянные гости, наши программы. Сегодня проект «Доктор Клоун» Александру помогает реализовывать весь Ленинский городской округ. Администрация муниципалитета, торгово-промышленная палата, Центр по работе с молодежью «Энергия». Все вместе они создают для больных детей праздник. Жмем, да? Давай. Я желаю им здоровья. Так что, ребята, поправляйтесь, не болейтесь и учитесь на одни пятерки. Ну, поделитесь своими впечатлениями. Ну, мне понравилось выступление, как мы играли с людьми. Мне понравилось самое мероприятие, потому что больничные остановки, есть люди, которые чувствуют себя вне дома, им не очень хорошо. Так хотя бы какое-то разнообразие, и людям, может быть, становится уже как-то получше, они более привыкают, и у них нет такого особого волнения в больничных палатах. Для каждой возрастной категории своя развлекательная программа. С малышами доктор-клоун проводит подвижные или интерактивные конкурсы и игры с ребятами постарше мастер-классы. На одном из последних дети учились писать сценарии. Я не ожидал, что в больнице такое произойдет мероприятие. Было очень весело. Особенно детишкам, я думаю, очень понравилось. Кричать. Все-таки в больнице не всегда возможно. Иногда за это ругают медсестры, но сейчас это произошло совершенно легально. Я очень рад. Просто целыми днями лежишь в палатах, и либо книжки читаешь, либо уроки смотришь, либо рисуешь. А так хоть какое-то разнообразие. Вместе с детьми в программе принимают участие и родители. Они, как и малыши, очень рады визитам доктора, который лечит, даря улыбки. Это очень хорошо действует. Спасибо вам большое. Нам было очень приятно, весело. В планах у Александра Синицы сделать фестиваль областного уровня. Он надеется на поддержку торгово-промышленной палаты. Наши детки, которые лежат в больнице, они будут читать стихи. Они у нас будут рисовать. Они у нас будут лепить из пластилина. Будут самые различные мастер-классы, которые будут проводить сами дети. И самый главный герой у нас будут дети. А мы, артисты, будем у них в гостях. Дата проведения фестиваля пока уточняется. Он пройдет либо в апреле, либо на День защиты детей – 1 июня. Юлия Пагайсян, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видное ТВ.